Тех, кто видел это своими глазами, в Чувашии осталось всего 90 человек. Большинство из них война застала в детском возрасте. Кто-то провел в осажденном городе все 872 дня. Кого-то успели эвакуировать. Но каждый из них имеет безусловное право на все почести, положенные участникам Великой Отечественной войны, как жители блокадного Ленинграда. Памятным знаком в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады награждает город на Неве своих граждан и тех, кто живет в Санкт-Петербурге по сей день, и тех, кого война разбросала по всей нашей необъятной родине. Чувашия за годы войны приняла более тысячи маленьких блокадников. В государственном министерическом архиве Чувашии сохранились списки детей, прибывших из Ленинграда. Против фамилий многих из них отмечено родителей, умерли или сведений нет. Есть в списках дети с отметкой ранен, без руки, с ранением, правое колено, сильно ослаблен и тому подобное. Маленькие ленинградцы были распределены в чувашские семьи и детские дома. Несмотря на то, что люди жили на скудном байке, не хватало самого необходимого, все уходило потому, что на фронт. Они несли эвакуированным детям все, что могли. И кормили, и ухаживали, и согревали своими сердцами сиротские души. Антонина Соколова всю блокаду прожила в Ленинграде. Отец умер в 42-м, а в 46-м мать осудили за проживание на территории, захваченной немцами. Воспитывалась в детдоме. У Зинаиды Якимовой отец умер от голода, мать погибла при бомбежке, сестра попала в немецкий плен. И лишь ее саму эвакуировали в Чувашию. 70-летие снятия блокады – Ленинградский день победы. Над голодом, над страхом, над смертью – тоже праздник. Но не со слезами на глазах. Те, кто выжил в блокаду, не плачут. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.